Всем привет! В этом видео! Что мотивирует наших спортсменов выходить на лед и тренироваться в отсутствии возможности полноценно соревноваться? Новые победы наших фигуристок на тренировках! Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал! Поехали! Сейчас непростое время для всех, и российских фигуристов в частности. В отсутствии мировой конкуренции соревновательный дух снижается. Как подкрепить и найти в себе силы на дальнейшую борьбу? Во-первых, спортсмены понимают и осознают, сколько времени они уже потратили на свою карьеру. Тренеры учат ценить то, что имеешь. Поэтому однозначно топовые фигуристы продолжат работу, как минимум для сохранения и приумножения своей формы, в надежде, что санкционный период продлится недолго. О том, что наши спортсмены не стоят на месте, говорят как минимум только лишь недавние тренировки в отделении Хрустальной и Академии Ангела Плющенко. Алиса Двоеглазова успешно исполнила тройной аксель. Аделия Петросян также чисто прыгнула триксель, плюс к этому каскад четверной флип, тройной тулуп. Вероника Жилина, подопечная Академии Ангела Плющенко, на тренировке исполнила каскады двойной аксель, пойлер, четверной сальхов и четверной луц, тройной тулуп. Также в Академии проходят рабочие контрольные прокаты. Анастасия Зинина и Софья Титова представили короткие программы. После череды серьезных неудач на международных соревнованиях Настя очень хорошо откатала КП. Плюс к этому в ближайшей перспективе нас ждет Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 24 по 27 марта. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Виктория Синицына рассказала, как она находит в себе силы на дальнейшие тренировки. Цитата. Если честно, сейчас совсем непросто тренироваться, но мы все равно продолжаем и готовимся к Кубку Первого канала. Сегодня еще есть дело точить коньки. Погода просто замечательная, такая солнечная. Если бы у меня была возможность, уехала бы за город куда-нибудь. Желаем всем нашим фигуристам новых и еще более блистательных побед. Субтитры создавал DimaTorzok